Всем привет! С вами Станислав Орехов, дизайнер и руководитель системной студии дизайна. В сегодняшнем видео поговорим, что делать с теми клиентами, которые не хотят нас слышать, которым говоришь, что не нужно покупать дешевых самых строителей, не нужно покупать у самых дешевых поставщиков, потому что жди беды, а они не слышат и не слушаются. Что в этих случаях делать? Давайте поговорим, как устроен немножечко наш мозг. Ну вообще мозг человека устроен так, что ему очень тяжело, очень сложно принять ту информацию, с которой он не согласен, либо с которой он раньше не сталкивался. Ну я это замечаю даже и по себе, и по нашим коллегам, когда ты вроде говоришь человеку, что у тебя проблема в привлечении клиентов, либо в систематизации, тебе чтобы расти дальше, чтобы выйти на новый уровень, нужно делать то-то, то-то и то-то. И человек тебе вместо того, чтобы слышать, он начинает возражать. Нет, ну вот работает не так, вот в жизни все не так, у нас в городе все не так, и вообще все то, что ты говоришь, не работает. Я называю это такую умственную слепотой, поэтому точно такая же умственная слепота есть и у наших клиентов. И мы должны с ними работать. И я сейчас хочу дать вам всего две самые важные фишки, которые помогут вам убрать эту умственную слепоту и поговорить, поработать с клиентом. Первое, что нужно понимать, что есть стереотипы. Что такое стереотипы? Это те модели поведения и то, что принято в обществе, либо то, что видел или слышал клиент ранее, либо то, что ассоциируется с его прошлым опытом. Бывает так, что человек думает, что все дизайнеры подворовывают, или все строители подворовывают, или дизайнер сделает то, что ему захочется, а не то, что мне нужно, и возникают проблемы. Откуда он это знает? Он, может быть, даже сам никогда не сталкивался с дизайнером, но ему рассказал друг, знакомый, либо он видел какие-то ситуации, или попадал его друг в такие ситуации, и у него сейчас сложился такой стереотип. То есть в воздухе витают некие такие опасения, они часто обоснованные, потому что на рынке очень много непрофессионалов, и возникают очень странные, очень сложные ситуации, но они могут быть не связаны с той правдой, которая на самом деле есть, и которую вы несете. И что делать? Неопытный дизайнер начинает отговаривать клиента, либо на него как-то наезжать, говорит, да нет, что вы мне не доверяете, что вы не верите профессионалу. Так делать ни в коем случае нельзя. Правда заключается в том, что человека очень сложно переубедить, исходя из его текущей позиции, в чем он уверен. Потому что весь его жизненный опыт, все то, что он делает, все то, что привело его к результату, он, если является клиентом, то у него есть деньги. Соответственно, весь его опыт просто будет спорить по отношению с вами, и это всегда будет не в вашу пользу. Нужно поступить умнее, нужно присоединиться, возможно, да, согласиться, что есть такая проблема, что есть такие ситуации, и мягко, последовательно, на протяжении всех консультаций, всего пути, просто рассказывать примеры и показывать успешные кейсы, успешные примеры, либо наоборот неуспешные примеры, и рассказывать неуспешные истории, как человек думал так же и попал в просаг. То есть мы работаем через истории, через объяснение. Ни в коем случае не говорим, что это неправильно, или вымыслить себе неправильно, потому что тогда у человека включается блок внутренний, и ничего ты с этим не поделаешь. А постепенно, пошагово нужно раскрывать то, как это работает на самом деле. Тогда у человека что возникает? У него придет свое ощущение, что он сам дошел до этого, и что сам он попросит вас, допустим, вести комплектацию, вести правильное управление строительством, либо возглавить стройку. Поэтому развеивайте стереотипы и работайте над этой частью. Ну а второй метод, если он вам будет интересен, напишите в комментариях, я расскажу, что как делать вторым методом, для того, чтобы у вас сложились добрые и взаимовыгодные, и доверительные отношения с клиентом. Делитесь этим видео в комментариях, пишите ваше мнение, сталкиваясь ли с такими ситуациями, как вы с ними сами справляетесь, и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok